Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Добрый день. Это программа «Без антракта» на Радио Болтком, и я ее ведущая Евгения Шерменева. Всем доброго дня, солнечного, хорошего. Четверг, впереди выходные, люди планируют какие-то праздники, походы в театр. Вот об этом мы будем говорить. Правда, сегодня тема у нас такая немножко необычная и непривычная. Но мне хотелось бы вначале сказать о том, что происходит и происходило в Риге в ближайшее время. Вчера я была в цирке в Рижском, в котором была двухдневная программа международных показов, и мне кажется, это было совершенно потрясающе. Цирк в очередной раз подтвердил, что он вне ограничений абсолютных ни по возрасту, ни по образованию, ни по восприятию жизни. И цирк – это уже новый театр, конечно, потому что все выступления, они придуманы как мини-спектакли, всегда есть какой-то сюжет, всегда выстроены отношения между актерами, которые участвуют в этом спектакле. Всегда за этим интересно наблюдать не просто с точки зрения техники цирковой, но и с точки зрения каких-то актерских работ цирковых артистов. Поэтому не пропускайте все, что происходит в Рижском цирке, там новая команда молодых ребят, очень симпатичная, у них отличные международные связи. Вот вчера было два спектакля, одна международная команда акробаток воздушных во дворе, и вторая программа была уже на арене, и это были ребята-жонглеры с потрясающим, очень тонким юмором спектаклем. Открылись сезоны в Рижских театрах, начнем об этом говорить. Вот следующая моя программа будет посвящена открытию сезона в Новом Рижском театре, и те премьеры, которые предстоят, об этом поговорим обязательно. На прошлой неделе была пресс-конференция Алвиса Херманиса и тех режиссеров, которые будут делать постановки в этом году, в этом сезоне в театре, и о том, как он будет работать со студентами, это все очень интересно. Конечно. Но сегодня у меня необычная тема. Наверное, многие подумают, почему, но я как человек, который недавно переехал в Латвию, и все равно у меня и близкие, и друзья, и какие-то даже далекие люди, связанные с тем, что происходит сейчас в Москве на протяжении этого лета. Я не могла об этом не говорить, потому что я уже несколько лет являюсь волонтером фонда «Россидящие», помогаю так или иначе всему, что делает Ольга Романова, и в некоторой степени погрузилась во все эти проблемы несколько лет назад, когда стала с ними сотрудничать. Кстати, обратите внимание, можно помогать деньгами через фонд «Россидящие», через ОВД «Информ», и надо помогать этим людям, правда, потому что это не такая простая ситуация в стране. И мы очень много говорили именно о театре, как о способе коммуникации, и как это может работать не только в привычном виде, не только в привычных театрах, когда мы приходим, покупаем билеты, наряжаемся, идем в театр проводить прекрасный вечер, когда театр является способом выстраивания новых взаимоотношений между людьми. И вот я поэтому выбрала эту тему, потому что некоторым образом она на меня была навеяна всем тем, что я читаю в новостях. И, с другой стороны, мы с Ольгой встретились летом в этом году, и она мне дала несколько комментариев по поводу того, что такое театр в жизни, и какое место он занимает, и как она относится к театрам, которые организуются в тюрьмах, потому что она очень много инспектировала тюрем не только в России, но и в Европе, и в Украине, и много путешествует и смотрит, как налажена система исправительная в разных странах, и есть чем сравнить, и она может о чем-то говорить очень предметно. Почему я еще обратилась к ней, помимо того, что она этим занимается, был такой опыт, и театр был в ее жизни, в жизни Ольги Романовой. И Елена Гремина, Михаил Угаров придумали такой проект в Театре ДОК несколько лет назад, в 1917 году будем, почти два года назад. Они придумали такой проект, который назывался «Когда мы придем к власти». Они начали строить утопию будущего государства, в котором руководящие должности будут занимать люди, которые в настоящее время начинают заниматься гражданским обществом, построением каких-то гражданских ответственных связей. Вот фондов правозащитной деятельности и так далее. И было сыграно несколько спектаклей. И выбраны театром правительства, тогда как раз представляли в роли начальника исправительной системы наказания Ольга Романова. В роли министра культуры была Елена Ковальская, арт-директор Центра Мирхольда и прекрасный журналист. И омбудсмен, защитник прав Зоя Светова, министр образования Андрей Демидов и председатель Верховного суда была Анна Ставицкая. Вот такая компания была на сцене Театра ДОК. Это был полудокументальный, полуисследовательский спектакль, которым тогда очень много занимались как раз Елена Гремина и Михаил Угаров. И спектакль был основан на интервью с теми, кто в то время, осенью 1917 года, работал на свой страх-риск вместо государственной системы. Государство занято пропагандой, войной, плиткой, как мы все знаем, налогами. А людьми, отношения между людьми, ответственностью за развитие людей, за развитие образования, воспитательных каких-то вещей как раз занимались, занимаются общественные фонды. Именно поэтому я поговорила с Ольгой Романовой об этом ее опыте, о том, что такое театр в ее жизни, как она это воспринимает. Мы сейчас послушаем, что она по этому поводу сказала, а потом я вам расскажу вообще, зачем нужен театр в тюрьме и что там происходит, обычно или необычно. Это такая вещь, где заканчивается театр, где заканчивается искусство, где начинается политика. Я очень этого боюсь, потому что шаг влево, шаг в право, и театр превращается в пропаганду. Искусство превращается в пропаганду. Давайте я буду стала с журналистом. Это Лена Гремина делала, это делала, конечно. И Миша Угаров. Это такая река, в которую нельзя вернуться дважды, как в любую реку. Но проблема в том, что мы с тех пор, за течение этой реки нас так далеко унесло. Если сейчас начинать, то вот эти театральные прогнозы, в общем, которые давались совсем недавно, позавчера, даже не позавчера, третьего дня, они сейчас кажутся мне благой вестью. А сейчас все страшнее. Мы прошли точку невозврата. А когда проходит точку невозврата, мне кажется, театр только начинается. Это комментарий Ольги Романовой об ее участии в проекте «Когда мы придем к власти» в театре ДОК два года назад. А что такое театр в тюрьме? На самом деле в Европе уже давно распространено такое положение, что театр, помимо того, что обязан заниматься развитием театрального искусства, обязан заниматься привлечением зрителей и показывать спектакли для аудитории, у театра есть еще одна ответственность перед обществом, потому что он получает деньги из бюджета в Европе, ну так принято. Ну, в принципе, и в англосаксонской системе тоже это есть, в Америке меньшей части, а в Великобритании в большей. Все равно любое искусство получает поддержку от государства, это значит от налогов. Театр несет ответственность перед обществом. И большая часть работы художника в европейском понимании этого слова, она состоит в том, что художник, помимо того, что занимается самореализацией, занимается какими-то экспериментами в области продвижения искусства или занимается массовым искусством для развлечения и привлечения большой аудитории, художник еще и несет социальную ответственность перед обществом. И это может распространяться на разные направления. Это работа с детьми, с пожилыми людьми, с больными людьми. Вот как я знаю, многие очень поддерживают волонтерский или каким-то прямым способом фонд «Доктор Клоун», который помогает больным детям, это актерская помощь в больницах. Таким образом и стали поддерживать работу в тюрьмах. Работа в тюрьмах с заключенными, театральных деятелей, это в общем на самом деле арт-терапия. Это искусство, которое помогает в психологической поддержке людей, находящихся в необычных условиях, в непривычных условиях. И надо сказать, что этот опыт, он очень хорошо себя зарекомендовал именно в вопросе перевоспитания, перенаправления энергии у людей, которые находятся в заключении за те или иные преступления. Я первый раз услышала о театре в тюрьме в 2000 году, когда готовилась первая театральная олимпиада в России, сейчас идет вторая, она была в Москве в 2001 году. И тогда в одной из бесед с Валерием Фокином он упомянул имя Антонио Арауджи. Это латиноамериканский режиссер театральный, который тогда, я первый раз услышала, что режиссер идет в тюрьму и работает с заключенными, ставит там спектакли. В 2009 году мой личный опыт столкновения с этим вопросом – это фестиваль «Территория» в Перми, который мы готовили. И, как всегда, Кирилл Серебренников, открывающий новые двери в искусстве, он познакомился в то время в Лондоне с Алексом Дауэром и позвал его работать с заключенными в Перми, в одной из пермских колоний, ставить с ними спектакли. Это был мой второй опыт обращения к такого рода деятельности. И это, конечно, очень интересно, и надо понимать, что и самодеятельность в тюрьмах была всегда развита, потому что были кружки всегда и в советское время. И я вот нашла в интернете, например, что в 2009 году в Костроме был осужден актер драматического театра, конечно, который оказался, когда в колонии он устроил там самостоятельно какой-то спектакль. И даже люди и администрация этой колонии приглашали каких-то посторонних людей посмотреть. В 2005 году в Кемеровской колонии в одной была создана театральная студия, в ней тоже был спектакль, нашли спектакли. В одной из колоний Смоленской области существует театр уже давно. Один из моих, из людей, которых я встречала в своей жизни, это был человек, который дважды попал в сталинские лагеря. И у него была такая часть его жизни, когда в Медвежегорске он работал в самом известном театре для заключенных под начальством Леси Курбаса. Он помогал ему, был его ассистентом в этом театре. Нарильский театр, о котором сейчас очень интересно читать и смотреть, что происходит, он же тоже был Зэковский театр изначально. Правда, там были профессиональные актеры. Все знают, что там работал и Георгий Джонов, и Иннокентий Смоктуновский. То есть театр в тюрьме – это не такое новое начинание, просто оно может быть очень разным. Если раньше это был просто способ реализации какой-то, спасение от придуманной самими, то сейчас этим занимаются в Европе очень серьезно и много. И исследования проводятся на эту тему, и арт-терапии используются практически на уровне государственной поддержки таких мероприятий. Вот что говорит об этом Ольга Романова, что такое, по ее мнению, опыт арт-терапии в тюрьме как театр. Давайте вспомним великий итальянский проект «Убить Цезаря». Тюрерный проект, когда люди, сидящие в тюрьме очень-очень много лет, получая пожизненное, начинают играть в пьесе про Древний Рим. Кто-то из них выходит, кто-то не выходит. И этот великий фильм, если вы не видели, пожалуйста, наберите в Ютьюбе «Убить Цезаря». Это документальное кино, художник, да и не знает, что это. Это про жизнь. Когда люди на свободе, может быть, этого не очень хорошо понимают. Хотя мне кажется, что свобода и несвободы во многом равны. Вы можете ходить в магазин, можете крутить романы, можете ходить на работу. Вы уверены, что вы свободны? Вот. Вот. Когда люди уверены, что они не могут ходить в магазин, они не могут крутить романы, они не могут ходить на работу и отдаются вдруг внезапно театру со всеми своим бэкграундом, со всеми своими проблемами. У вас тоже есть бэкграунд, у нас тоже есть бэкграунд. Но ничто не отвлекает. И ты вдруг в этом раскрываешься. Ну, мне кажется, что в этом и есть театр, настоящий театр, когда выдающийся актер, мы его видим на сцене, замираем от его игры, и мы видим, как он растворяется в образе, как мы верим каждому ему слову, каждому ему жесту, потому что он себя ввел в этот какой-то театральный транс. И это гений, система Станиславского, или бог знает кого, да, не Станиславского. Это в тюрьме Станиславский с тобой сидит вместе на соседней шконке. И это другое. Ну, а людям это что дает, которые там сидят? Это дает ощущение творчества, независимости, свободы, о том, о чем мы говорим. То есть театр дает ощущение свободы даже в несвободной зоне. Ты знаешь, театр дает другое. Чувство свободы нельзя дать. Вот оно либо есть, либо нет. Оно дает другое. Оно дает чувство себя. Само ощущение. Оно дает чувство, ты можешь это сделать. Ты можешь сказать, не твое, чужие слова. Или твое, твои слова. Документальный театр – это твои слова. Сейчас очень интересный эксперимент проходит в Улан-Удэ. Я наблюдаю за этим в женской зоне. Когда девочки из женской зоны для рецидивисток, театральный режиссер попросил их написать сначала дневники своей жизни, а потом их прочитать. И вдруг это чтение, читка, становится спектаклем, становится больше, чем спектакль, становится, извините меня за слово, рецидивизации, становится твоим шансом. Ты вдруг понимаешь, что, выходя на сцену со своими собственными воспоминаниями о том, как ты стала преступницей-рецидивисткой. Знаете что? Представьте себе, вы преступница-рецидивистка. Это ваш пятый раз. Ваша пятая ходка, ваши очередные 8 лет. Театр – это то, что тебя каким-то образом перепахивает или не перепахивает. Перепахивает, дает это все сразу. Перевоспитание, психотерапия, искусство, наука, опыт, общение с Богом напрямую, без посредников. Это может быть все, что угодно. Театр удался. Случилось это, вот это, вот это, вот литургия, исповедь, она случилась. Ну или не случилось, до свидания, занавес. Так что, вы видите, что это происходит, жаль, что это происходит только силами как-то самотверженных людей, которые этим занимаются. А то, что происходит в Европе, я сейчас немножко расскажу еще в оставшееся время. Ольга упомянула фильм, я его вам тоже могу рекомендовать посмотреть, потому что этот фильм получил «Медведи» на Берлинском кинофестивале в 2012 году. Это фильм под названием «Правильным. Цезарь должен умереть». Поставили его братья Тавиане. Он вызвал массу споров, потому что это такой полудокментальный, полухудожественный фильм о практике постановки спектакля в тюрьме, когда режиссер Фабио Кавалли решает поставить трагедию Юлии Цезарь Шекспира в тюрьме. И начинается спектакль с проб, с кастинга на роли на разные, и идут титры, потому что мы понимаем, что каждый из этих людей, в общем, довольно-таки страшный преступник, осужденный на довольно серьезные сроки. И вот эта вот репетиция проходит в здании тюрьмы, это все фиксирует камера, что-то, конечно, там специально придумано, что-то просто фиксируется в определенном режиме. Но эта трансформация людей от непонимания того, чем они будут заниматься, до, на самом деле, один из них стал потом артистом и был занят в профессиональном поле. Мне кажется, что это очень важно, там в конце тоже идут титры о том, что происходит с каждым из них. Очень интересный был этот проект, который перевернул вообще отношения от самодеятельного отношения к театру в тюрьме к профессиональной работе. Это когда, вот как я говорила, Алекс Дауэр приехал в рамках фестиваля «Территория» в 2009 году, поставил спектакль с заключенными Перской имсправительно-трудовой колонии номер 29. Зрителями этих двух показов были родственники осужденных и гости в фестивале, а на следующий день это было, или там, в один из них. Один из них был показан исключительно для осужденных, был закрытый зал. Для широкой публики была организована прямая трансляция в реальном времени в помещении Пермского музея современного искусства. И параллельно Кирилл Серебренников снимал документальный фильм об этой работе, о том, как Алекс Дауэр работал в тюрьме, и о том, что получилось в результате для тогдашнего телеканала «Звезда». Это был 2009 год, и немножко все было по-другому, и телевидение было другое, и свобода была лучше, чем не свобода. Спектакль был из трех частей. Это были инсценировки рассказа Исаака Бабеля, пьесы Альберта Саруддинова, одного из осужденных колоний, и был «Чеховский налим». Была специально разработана сценография, был приглашен художник-постановщик Всеволод Аверкиев. Была фотофиксация этого проекта. Если вы посмотрите в интернете, наберете «Алекс Дауэр. Пермская тюрьма», «Кирилл Серебренников», вы это можете найти. Более того, одна из участников этого спектакля была известная телеведущая, актриса Татьяна Арно. Она была приглашена Кириллом в этот проект и играла женские роли в этом спектакле. И, конечно, для зэков в Перми и для их родственников это, конечно, было какое-то некое чудо абсолютное, которое она воплощала. Серебренников говорил об этом спектакле и о режиссёре, что «Алекс» прежде всего педагог, и для него важнее было не поразить публику оригинальностью, а произвести хоть маленькие изменения в сознании заключённых. Эта педагогическая работа, которую он провёл, она уникальна. То, что говорил Алекс Дауэр про свой опыт в России, он говорил, что тюрьмы переполнены, и это произвело на него сильное впечатление. Но эти люди в Пермской колонии тогда столкнулись с совершенно другим к себе отношением. И, например, один из них, он был очень одарённый кинематографичный парень, и после спектакля сказал, что хочет работать в театре кем угодно, и после освобождения у него было желание пойти где-то поработать, и был разговор о том, что, возможно, он упадёт в один из театров Перми. Была огромная овация, был большой успех, был интерес, и после этого, конечно, государство в некоторой степени заинтересовалось таким опытом. И в 2012 году Министерство культуры, или в 2011 году Министерство культуры запустило тогда проект, вот платформу поддержали, поддержали большой проект, который назывался «Театр и общество», и одним из направлений этого проекта была работа в формате класс-акт, то есть это написание пьес не профессиональными драматургами, это работа с подростками и с детьми, и это был проект «Театр ДОК» и Елена Гремина, и её команда, они работали с детьми, с подростками в подростковых колониях детских, и была издана даже книга-пьес, которую написали дети, и это был очень хороший и интересный опыт этого театра. На самом деле об этом говорить можно много, и о том, что такое арт-терапия, можно говорить много, и о том, что как театр входит уже не в смысле театра как профессионального, а в смысле использования драматического искусства как способа коммуникации, как способа освоения новых материалов. Он входит в школы, арт-терапия входит в больницы, в дома престарелых, с людьми занимаются в этом направлении, и это даёт способ новой жизни. А закончить я сегодня хочу цитатой, последней фразой из фильма «Братьев Твиане» «Цезарь должен умереть», когда участники спектакля расходятся по своим камерам, ужасно страшный финал на самом деле. И один из них говорит так. «С тех пор, как я открыла для себя искусство, моя камера стала настоящей тюрьмой». Вот я бы очень хотела, чтобы театр открывал любые двери для всех, со всех сторон, и мы видели в людях что-то другое, как Алекс Дауэр открыл у них в Перми. В этих преступниках, заключённых, он открыл других людей, и открыл для них других людей. Вот это то, что может делать театр. Спасибо большое, до встречи. В следующий раз поговорим о новом сезоне нового Рижского театра. Спасибо.